Деловой центр юга США, Атланта, еще и дом для 100 тысяч морских обитателей. Здесь находится крупнейший в западном полушарии океанариум. Еще несколько лет назад он считался самым большим в мире. Огромная стеклянная стена и бесконечный туннель позволяют посетителям увидеть все краски подводного мира. Этот аквариум настолько большой, что здесь ты словно под водой, чувствуешь себя дайвером, оказавшимся в самой экзотической части океана. Здесь тысячи обитателей теплых тропических моря, а также самых холодных океанов. Среди них морские львы, белуги и китовые акулы. Главные обитатели океанариума – китовые акулы. Их здесь четыре, и у каждой есть имя – Элис, Трикси, Юшань и Тароко. Китовые акулы – одни из самых малоизученных рыб. Ученые, работающие здесь, научились проводить ежегодные медицинские обследования акул прямо под водой, без необходимости ограничивать их в движении. Они также разработали особый метод по изучению размера этих рыб. Гарри Уэбб – знаток китовых акул. Для определения размера китовой акулы мы не можем просто использовать рулетку. Эта рыба очень большая, и она всегда находится в движении. Мы используем специальный метод, с помощью которого можно фотографировать акулу и вычислять ее реальную длину. Мы усовершенствовали эту технику здесь, в аквариуме, и используем ее при измерении китовых акул в океанах. Гарри Уэбб занимается изучением обитателей океанариума и охраной этих видов в дикой природе. Вряд ли вы думали, что Атланта – отличное место для китовых акул. Правда ведь? Для многих это лишь мегаполис. Но такое расположение дает возможность делиться всей информацией, всеми образцами с местными университетами, и таким образом узнавать об акулах еще больше. Именно образцы тканей первых двух китовых акул, которые неожиданно погибли после того, как их привезли в аквариум, позволили Гарри Уэббу и его коллегам составить генетическую карту этих морских опитателей. Эта карта много рассказала нам о китовых акулах, об истории их перемещений, о том, почему они в итоге стали такими большими. Она дала нам представление о том, с чего начать изучение этих акул. Китовые акулы обитают в прибрежных водах Тайваня, Индонезии, у побережья Мозамбика, Восточной и Юго-Восточной Африки. Но у ученых еще много вопросов – как размножаются китовые акулы, образуют ли они подвиды, какова их численность. Для человека они не представляют никакой опасности, но человек для этого редкого вида крайне опасен. Несмотря на запреты, этих акул продолжают использовать в пище. Аквариум Атланты приютил китовых акул именно с целью привлечь внимание людей к этому виду. Но это далеко не единственная экзотика океанариума. Здесь рыбы и бабочки, французский щетинозуб, синий хирург, рыба Наполеон. Все они дружно обитают в одном большом аквариуме. Подобного соседства рыб вы не встретите в дикой природе. Кормят всех рыб по отдельности, по четкому расписанию, несколько раз в день. Процесс кормления китовых акул выглядит так. У каждой лодки и каждого ковша определенного цвета ждет одна из четырех акул, которая знает, где именно ее будут кормить. Ежегодно аквариум посещают 2 миллиона человек для сотрудников и волонтеров аквариума. А это почти 2,5 тысячи человек. Он стал крупным научным и образовательным центром. Ануша Витесиан, Давид Гогохи, Сергей Дагатарь. Специально для программы «Детали». Специально для программы «Детали» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»